Всем привет, друзья! Давно не выпускал видео. Всех рад видеть на канале. Спасибо, что смотритесь, подписывайтесь, пишите комментарии. Значит, прошло 20 дней с момента запуска вот этого аквариума на питательной подложке DENERLY DEPONIT MIX. И за все эти 20 дней, сколько здесь это стоит аквариум? Я на нем меняю воду 2 раза в неделю, и все равно каждый раз спустя 2-3. С дня вода становится вот такой. Она просто начинает зацветать от переизбытка элементов, видимо, микро и макро в комплексе. И, короче, вот я уже 20 дней мучаюсь с этим аквариумом, и, наверное, завтра просто поеду, куплю фильтр с ультрафиолетовым стерилизатором, для того, чтобы просто, я так понимаю, здесь эвглена преобладает постоянно от переизбытка, а ультрафиолетовый стерилизатор как-то сможет сдерживать это все. Плюс притащил кучку, очередную кучу растений сюда разных видов на выращивание. Расписал их вот таким вот образом себе, по-разным повысаживал здесь. Убрал данью у подростков отсюда-восюда. Здесь остались только креветки. Все хочется отсюда убрать, наконец-то, этот цветной грунт, но пока не на что его поменять. И поэтому я подумал, ну и пусть пока здесь остаются креветусы, плодятся немножко, а чуть попозже я им займусь. Ну и к тому времени потихоньку подрасплодится растючка здесь как раз та, которая только приехала. Вот такие вот новости, друзья. Еще, еще, еще. Вот здесь я пересаживал, получается, мальков тернеции. Они здесь подрастают потихоньку. Ну и плюс ко всему, спустя какое-то время, пока здесь они находились, здесь появилась такая зараза, как гидра. Сейчас, друзья, увеличу, покажу вам ее. Вот она стоит на стекле, усики раскинула. И потихонечку она здесь живет себе, плодится понемногу. Вот на листиках гидра, вот она, вот она торчит повсюду. Я подумал, в принципе, ну раз уж она здесь появилась, ну отчего бы не поэкспериментировать, да и не посмотреть. Я пробовал ее вылавливать, закидывал ее вот сюда в двухсотку, где у меня тернехи, барбусы, там, скалярии. Короче, барбусы тернеции пытаются ее съесть, но потом выплевывает. Ну в итоге все равно, потом какой-то барбус там ее раздербанил и съел в итоге. Но гурами, гурами, друзья, вообще в легкую прямо ее съедают. Поэтому, чтобы избавиться от гидры, в принципе, можно достаточно закинуть в аквариум гурами, и через сутки-двое ее просто здесь не останется. Они ее все посъедают. Ну а мальки тернеции отплавают с ней, соседствуют. Она их не трогает, вернее, они пытаются ее трогать, но пока, видимо, она, когда они пытаются откусить кусочек, потихонечку жалит их, и они, видимо, отворачиваются и не трогают ее. Поэтому подрастут немножечко побольше размером. Возможно, они ее слопают, уничтожат. Ну а пока я за этим процессом наблюдаю. Но гидра на тернеции никакого проявления не производит вообще, в принципе, как бы. Когда я их кормлю живой артемией, вижу, как гидра ловит рачков и тоже употребляет их, при этом очень хорошо набирает размеры и начинает плодиться, множится. Поэтому, а вот от замороженной артемии, которую просто в воде разбавляют, дают, они ее, как бы, не ловят, не могут поймать, если сидят голодные. Я не знаю, от голода эти полипы сдохнут или нет. Если у кого-то был опыт, прошу написать в комментариях, буду очень признателен. Тут в мире тернеции, которые цветные были, уже повырастали все. В этот раз они у меня росли в прохладной воде, длилось это достаточно долго. Живая, нет? Девочка. И поэтому, в принципе, я думаю, что это даже лучше, дольше будут жить. Если у рыбы не разгонять метаболизм, рыба будет более крепкая по иммунитету и более дольше проживет. Травничок с малинезиями зарос весь наглухо. Абсолютно полностью так, что аж даже наверх лезут гиграфилы. Ну и здесь сегодня привез новых малинезий. Такие вот интересные, с такими хвостами достались. Тигровые и желтые малинезии много малька. Меченосцев тоже здесь. А черных малинезий и малечиков пока вот что-то не наблюдаю. Ну нету почему-то. Хотя очень хочется. Но подожду, думаю, еще появится. Здесь у меня все как обычно растет трава. Только единственное, от слишком большого количества света стал появляться ксенококус. И я убрал светильники, друзья, вот так вот наверх. Меньше света, то есть все стабилизируется. Ксен уходит и растюха себя чувствует прекрасно. Все так же растет. Вот даже ледвизия красная на поверхность вылезла. И щитолистник разрастается вовсю, полезно вверх. Его только остается потихонечку направлять. И он будет разрастаться, множиться, множиться, множиться. Вот. И будет вообще прям оно. Самое то. Так, дальше. Молоть петушни у меня растет вот здесь. Про питание еще. 35-40 литров. На естественном освещении от окна. Раз в день едят в этом возрасте сушку. Раз в день артемию. Утром допустим сушку, вечером артемию. Из сухого корма пока... Так, сейчас покажу вам, друзья. Пробую. Вот такой вот. В Москве заказал провитал для мальков бэби. Ну, почему-то я так подразумеваю, что это копинсовские корма, упакованные в эту упаковочку. Уж очень по запаху и по форме похоже. Вот здесь растут петушочки. Здесь у меня все так же Данио Барбусы. Тут гупешечки. Стали плодиться очень активно. Много малька уже есть. И новые постоянно прибывают. Тукседа Кои тоже потихоньку прибавили. В количестве их уже около 50 штучек здесь плавает. И маленькие, и большие, и средние. Ну и... Ну и... Та-дам! Я выгрузил отсюда Барбуса в Тернеце, убрал вообще полностью. И сделал здесь гупятник. Исключительно природный вариант. На естественном освещении от окна. Растения здесь растут также на естественном освещении. Водоросли, которые обрастают на стенках, гупи идут на пользу. Они их потихоньку клюют. И красота. Здесь ничего не будет добавляться. Здесь просто периодически удобрения вносятся в микро для питания растений. По чуть-чуть, понемногу. И все. Здесь они живут. Вот у них вода единственная потихоньку подиспаряется. Я им периодически доливаю где-то до уровня такого. И так каждый раз. Один раз в пару недель делаю подмену. И в принципе, в остальные дни просто доливаю воду. Вот сегодня тоже здесь их было меньше, гупешек. Я сюда подарили мне несколько штучек взрослых самочек. И я закинул все сюда в кучку. И будем здесь они плодиться, жить. Можно сказать, в природных условиях. Вот им естественный рассвет. Вот им естественный закат. В принципе. Ну а эхинодоросы как рассвет, так и растут. Вот такие новости, друзья. Как-то с вами поделиться, рассказать. Там новые петухи. Снова нерестятся вот самец с самочкой Half Moon. А остальные пока не очень активные. От них толку никакого. Вот Half Moon, смотрю, сегодня работает во все. Ну а я всех рад был видеть на канале. Пишите комментарии, подписывайтесь. Здесь я уже стоечку начал разбирать. Осталось тут 4 аквариума. Отсюда убрать, пока не придумал куда. Потом я это все разбираю, убираю. Делаю от стены до стены полностью большой деревянный стеллаж на 4 яруса. Если даже не на 5, на 4. Раз, два, три, да, 4 яруса. И начинаю потихоньку стряпать аквариумы и закрывать это все. Всю стенку аквариумами полностью аккуратненько. Вот такие вот планы. Всех рад был видеть еще раз. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Мы уже приближаемся к тысяче. Всем пока.